Музыка Через две недели после празднования Нового года в ночь с 13 на 14 января Новый год снова стучится в двери россиян только под другим названием Старый Новый год Старый Новый год это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены лета исчисления Отмечаться Старый Новый год на Руси стал в канун Васильева дня Его другие названия Щедрый вечер, Щедриха, Свинятник Причем в последний не вкладывали ничего негативного, святой Василий считался покровителем свиноводства и свиноводов И хотя свинья воспринималась как нечистое животное, святой Василий зимний освящал ее, делая символом плодовитости и благополучия Крещенческий мороз уже будет Каледует, каледовать сейчас надо Ходят каледуют, мы в деревне всегда каледовали Сейчас почему-то такой моды нет каледовать Наряжались красиво, одевались все так, чтобы нас не узнавали Придем в каждый дом, ходим, они нам... Ну я расскажу, как есть Бутылку я сюда ставила такую, бутылку вторую ставила Кто сюда, брашки, кто водичка, кто что Ну так вот, шкотничали Ну сейчас такого нету, конечно, чтобы каледовали Хотелось бы, чтобы Старину это вернуть Но, увы, в каждый дом не попадешь Во-первых, все боятся двери сейчас открывать Почти забыли Уже не отмечаем А раньше? Раньше, да, в СССР Да, сильно отмечали А сейчас все потеряно, можно сказать Елочка стоит, еще все Вот, выпьем компот свой, выпьем Что-нибудь печеное купим В праздник по сей день принято накрывать богатый стол С непременными атрибутами Запеченным поросенком, щедрой кутей Варениками, сюрпризами, блинами, пирогами Кстати, в России Старый Новый Год Согласно статистике, отмечает около половины населения страны Собираясь за праздничным столом Давнее ей обычай Каледовать и гадать В это время На суженого будущее На желание Повозку, чашкам, бумаги, блюдечку, свече, кольце А еще какой обычай на Старый Новый Год? Что знаете? Ворожить Ворожить мы ворожили в деревне Бани Ворожишь там и это Ну, выходят всякие фигурочки там, смотришь Вызываешь духов Да, духов вот так в тарелочке Вызываешь духов Вызывали духов Мы Пушкина вызывали Стоит сказать, что служители православной церкви Относятся к святочным гаданиям без одобрения Сейчас у нас идут дни, которые называются святками То есть святые дни Продолжается праздник Рождества Христова Вот И конечно же нам предстоит Предстоит в эти дни празднования Мы будем встречать и праздник Василия Великого Это 14 января Праздник обрезания Господня И далее уже предстоит такой целый цикл праздника Он завершится уже Богоявлением Или, как мы все привыкли слышать Крещением Господним И хотелось бы, поздравляясь с этими святыми днями Напомнить о некоторых традициях И святых, и несвятых Которые, к сожалению, святые к радости А несвятые, к сожалению, есть в нашем народе Святые традиции Это, конечно же, пребывание в Доме Божьем То есть в Храме Господнем Когда человек приходит на божественную литургию На божественные службы Когда человек исповедуется Причащается Пытается очистить свою душу Преобразить свою жизнь с помощью Божией А несвятые традиции Почему-то иногда людям кажется очень духовным Гадать на святочные дни Считая, что это традиция нашего народа На самом деле Эта традиция, идущая из язычества И, к сожалению, в гадании Человек приобщается Не к доброй, так сказать, благодати Божией Спасающей, обновляющей человека А как раз К силе зла Что хочет узнать человек? Будущее Но, как одного батюшку спросили Любопытствующие люди Батюшка, вот вы можете сказать, что будет дальше? Какое-то пророчество Батюшка, пророчество? Ну, берите листочки и записывайте Сейчас я вам скажу пророчество Все взяли листочки, ручки, стали записывать Батюшка говорит, пишите Будет то, что будет Вот, так сказать, единственное пророчество Которое нам надо, так сказать, знать То есть в нашей жизни Старый Новый год наполнен бытовыми приметами Если 14 января в дом первым придет мужчина Или встретится на улице То год будет удачным Чтобы избежать бедности Мелкие деньги считать не стоит Теплая погода может быть предвестницей хорошего лета Ясное звездное небо на Василия Предвещало большой урожай ягод Пурга или метель Год принесет много беспокойства Из года в год популярность Старого Нового года растет Все больше людей относится к нему Как к самостоятельному празднику Который продлевает очарование зимних торжеств Ведь этот праздник более спокойный Ему не свойственна суета С Новым годом, с новым счастьем, здоровья У нас все, чтобы в Саянске было всегда тихо Смирно, хорошо Чтобы друг друга любили, уважали Всех Саянсков всего хорошего Чтобы не было войны за мир Всего доброго В эти торжественные рождественские и святые дни Пожелать, конечно же, благодати Божией в жизни Помощи Божией Крепкого здравия душевных, телесных сил Неиссякаемой энергии Которая нам всегда необходима Конечно же, мирного неба над головой И благоденствия, притцветания во всем Всем помощи Божией Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова